всем доброго дня с вами серж дирижабле всех с праздником и сегодня мы будем готовить праздничные сладости это всем знакомый с детства пирожная картошка для приготовления нам понадобится сахарный песок какао-порошок продукт всегда имеющийся в любом доме это сухари ванильные и конечно же молоко и сливочное масло из приспособлений которые нам понадобятся это блендер для сухарей сотейник для молока и разделочная доска с ножиком для масла ну что же пора начинать ловко разобравшись с сухарями самое время приступать к маслу масло покончено время молока сахара и какао масло отложим в сторону смешаем в отдельной емкости сахарный песок 07 стакана и 2 чайные ложки какао теперь все тщательно перемешиваем сахарный песок мы можем уже убирать а вот какао нам еще пригодится закончив смешивать какао и сахар приступим наконец-то к молоку его нам понадобится тоже 07 стакана чуть меньше чуть больше на глаз включаем литру и ставим молоко греться молоко нагрелось и теперь мы в него добавляем нашу сделанную смесь из сахара и какао для того чтобы растворить сахар если нам будет мало вот этой емкости мы возьмем емкость побольше сейчас приступаем к пересыпке сухарей в эту жижу приступим уже к смешению всего вот этого для начала лучше всего конечно использовать ложку потому что жидкость горячая немного смешав наконец-то добавляем масло все замешиваем тщательно чтобы масло растворилось и масса приобрела примерно однородную структуру даем массе остыть и потом будем делать из нее форму как я уже говорил нам понадобится какао какао будет нужно для того чтобы обваливать получившиеся картошки и и и мы поставили охладить картошку в морозилку теперь постаем посмотреть что же у нас вышло а пока охлаждалась картошечка у нас подоспело кое-что другое в духовке это сушники о них мы расскажем в следующий раз а здесь также есть кусочки теста которыми можно украсить картошку этим мы и займемся покрошив печенье мы будем делать ростки у картошки так как не все картошки всегда красивые поэтому цифра 8 которая у нас получилась символизирует количество картофелин которые останутся к концу выпуска потому что главное не внешний вид а главное вкус а вообще конечно же спортивно подробное описание рецепта будет внизу видео с вами был Серж Дюдюжаблеев до новых встреч